На этот раз гостями была и делегация из Нигерии. Это одна из буйнейших стран континентальной Африки, где на сегодня проживает свыше 200 миллионов человек и назирается значный рост экономики. Экспортный потенциал нафта, газ, садовина. Потребы – будовництва и ремонт жилых помешканий. Брызкое отделение Ганлюо-Промысловой палаты, которое примало непосредный удел в работе форума, представило потенциальным инвесторам 20 пропанов. Главой государства ставятся задачи. И основная задача торгово-промышленной палаты расширять сотрудничество с дальними странами, со странами так называемой дальней дуги. Керовництво компании «Групп Нигерия» наведало само предприемство, где ознайомилось с процессом выработки облицовочной плитки. Гости высоко оценили техничный узровень, якость и дизайн продукции. Выником визиту стало подписание домовленности на поставку керамичной плитки у Нигерию до конца будущего года на сумму 500 тысяч долларов США. До моего приезда сюда мы уже меняем письма с представителями завода. Мы меняли сенами и мы посмотрели конкурентные способности вашей сене с другими поставщиками из Италии, из Франции, из Китая. Но лично уверены, что ваши качества и сены, они конкурентно способны. Поэтому мы прибыли сюда, чтобы уже точно знали, что мы с вами работаем. Мы уже подписали контракт на сегодняшний день на 500 тысяч долларов. Год. Я очень молюсь Богу, чтобы это сбудется. Поэтому если мы уже приехали сюда после этих разговоров по электронному виде, значит, нам заинтересована работа с вами. Продприемства и розыбут материалы в виде активной работы по диверсификации рынка. Продукция уже представлена на африканском континенте. Увагуле такое сопротивление с краинами так званой далекой дуги будет протягиваться и с подключением других предприемств в области. Я хочу сказать, что именно вот эта продукция березовского КСМ, которая сейчас уйдет на африканский континент, она будет являться визитной карточкой, что мы можем делать в Беларуси. Юрий Петр, Вольга Амелюсик, Александр Тыманский, Александр Севицкий. Телерадиокомпания «Брест». Телерадиокомпания «Брест».